Здравствуйте, Гасан Ченгизович, мы рады вас приветствовать и слушаем ваши сообщения. Добрый день, здрасте. Я очень сожалею, что я не слышал начала. Может быть, я могу присутствовать в качестве слушателя сначала или как у вас планировано. Потому что я в библиотеке не работала, вот такая звуковая, поэтому мне пришлось. Гасан Ченгизович, вы у нас третий спикер. До вас выступили Михаил Аксеевский и Павел Дмитриевич Тищенко. Ввиду трудностей, пересказа, я думаю, что мы будем рады выслушать именно вас. Понятно. Ну, спасибо большое. А дело о том, что сюжет, о котором я хотел говорить, довольно странный. Он связан с очень интересной личностью, с очень интересным советским писателем. Зовут его писателя Игорь Славович Шафаревич. И я думаю, что большинство присутствующих знают его книгу «Социализм» как явление мировой истории. А если кто не знает, то полезно они два слова сказать. Потому что Шафаревич был одним из крупнейших и остается, насколько я понимаю, ему сейчас 92 года. Он родился в 1923 году и является крупнейшим советским и российским математиком, общественным деятелем, диссидентом. И о его математических достижениях я, конечно, говорить не могу. Но могу сказать об одном свойстве этого человека, которое мне кажется фундаментально важным для нашей темы. Это человек огромного мужества, гражданского мужества. При всех, так сказать, недостатках или каких-то неприятных свойствах некоторых его сочинений есть вещи, о которых нужно, необходимо помнить. И вот это мужество состояло в частности в том, чтобы смотреть на некоторые явления тогдашней советской жизни не с точки зрения их временности, приходящести, а с точки зрения исследователя, математика, который не обязан любить то, что ему открывается, не обязан любить открывающуюся ему истину, счетную, просчитываемую, как казалось, или как кажется Шипаревичу, истину, которая говорит сквозь явления. Вот это такой чисто научный подход и вместе с тем философский подход сделал его фигурой очень неудобной для многих. Здесь масса нюансов, и я не буду касаться сейчас таких проявлений в идеологии Шипаревича, как антисемитизм, например, или идеологических обвинений людям, которые, в общем, ни сном, ни духом были, ты говоришь, не виноваты в том, что в чем Лид Шипаревич обвинял. Но есть одна вещь, которая непосредственно связана с темой и конференции, и журнала, которая, мне кажется, чрезвычайно важна. И эта тема смерти, смерти, которая сопровождала очень странным образом каждого, она сопровождает всех на свободной жизни естественным образом, но сопровождала каждого в эпоху социализма как предмет одновременно отвращения до последней степени и смерти занималась из обсуждений, из текстов, из упоминаний. Если о смерти говорили в курсах истории литературы, вроде смерти Ивана Ильича или архиерея Чеховского, то, в принципе, это делалось под сурдинку и рассматривалось как часть физического явления, но в духовное содержание не вдавались, дабы не впасть, так сказать, в религиозность некоторую. С другой стороны, практика, непосредственная, обыденная практика, закапывание человека после гражданской, так называемой, гражданской панихиды и выстраивание в него почетного караула, была чем-то таким, что, видимо, и определило интерес Шафаревича к теме «Социализм как стремление к смерти». Считается, и я думаю, что это более-менее правильно так и есть, что Шафаревич в своей книге «Социализм как стремление мировой истории» связал тот строй, который существовал в Советском Союзе и ту практику, которая в Советском Союзе, ту практику отношения к смерти, которая в Советском Союзе складывалась с теорией Муртидо, которая развивалась в рамках классического фритизма и которая была открыта Савиной Шпильвейн, нашей, так сказать, соотечественницей, и она, собственно, противопоставила эти два инстинкта с большой силой и развивала эту тему. Вот деструктивная Муртидо, разрушающая человека, и которая тоже связана одновременно со стремлением подавить окружающих, разрушить, убить живое окружающих, вот эту деструду. И, с другой стороны, понятие смерти в широком смысле слова Танатус как явление, которое сильнее обычных человеческих стремлений, которое является большой частью природного начала, нам не вполне понятного. А, с другой стороны, Липидо как творческое желание и ввлечение, наоборот, к жизни, к продолжению жизни и так далее. И вот Шафарелис берет за основу эту пару, для него большой Танатус не существует, в этой книге у него есть именно эти две, вот эта пара, Липидо и Муртидо, и вместе с тем внутри Муртидо деструду, который разрушает, который заставляет человека мучить другого человека, не только себя самого, и он считает, что в основе социалистической практики, которая была в советском обществе, лежало вот это представление о развитии внутри социума определенной психической установки. При этом объяснение этому Шафаревич давал такое, оно каким-то образом, он, видимо, считал, когда писал эту книгу, считал необходимым об этом говорить, пересекается с представлениями другого выдающегося историка культуры и философа, если угодно, и поэта Сергея Сергеевича Аверинцева, который говорил несколько раз в нескольких своих работах, лично говорил о том, что внутри, в раннее советское время, внутри вот этого народного бунта против православия, массовое истребление священников, разрушение церквей, разрушение вообще христианства в России, сидело некое проторелигиозное чувство, которое было прямо противоположно тому, на котором строилась, собственно, православная Россия, а проторелигиозным оно было в том смысле, что в его основе лежало именно стремление к уничтожению, к разрушению. Вот это то есть трудо, которое очень трудно описывать в каких-то культурологических терминах, потому что оно разрушает внешний поверхностный слой вот как бы по золоту византийской культуры, которая была и на которую молились и продолжают молиться, конечно, многие культурные люди, вот она была смятена именно этим первобытным, далеким, глубоким, звериным чувством, те струны, которые и приводило к таким массовым преследованиям людей, к сладострастному истреблению, так сказать, духовности. И вот здесь парадоксальный вывод делает Аверинцев из этого, он говорит, что в этом разрушении было больше религиозности, чем в суеверной, слащавой, новой, разрешенной религиозности, которая стала приходить тогдашний Советский Союз в конце 80-х годов. Он говорит, что вот эта такая теплая, суеверная, массовая, показушная религиозность как раз не является религиозностью, что это продукт советского суеверия, продукт лжи. И из этого вырастет ли что-то, из этого продукта лжи, сказать очень трудно, а вот из продукта ненависти и насилия, к сожалению, выросло что-то очень большое. И если вернуться к Шифаревичу, теме смерти у Шифаревича, или социализма как культа смерти у Шифаревича, то он, конечно, этот культ в его представлении очень хорошо укладывается в описание простейших практик советской жизни. Эти непосредственные практики советской жизни говорят в поддержку кажущейся странной концепции Шифаревича. Например, эстетика отвратительного в советском отношении к смерти. Вообще, по госкладбище, как это выглядит? Исключенная, вынутая из потрясающего, возвышающего, облегчающего душу ритуала, собственно, православного ритуала, отпевания, похорон и всего этого. Вместо этого безмолвное, под какую-то мертвую музыку закапывание человека в землю на участке, на участках, огороженных с этими оградками, с этими какими-то кошмарными венками, с кошмарным последующим культом напеванием и с последующими возможными конфликтами, драгами и выяснением отношений людей, потерявших человеческий облик. Все это, по Шифаревичу, входит в запрограммированный ритуал. Примерно такой же, какой имеет место, например, или имел место на зоне или на командировку, где можно было просто выкинуть в яму или просто бросить на дороге умершего человека. Это одна практика. Другая практика, также связанная с именно культовым началом социалистической смерти, как сказал бы Шифаревич, это культ героической смерти. То есть ты, умирая, совершаешь свой последний героический поступок. И у Шифаревича есть замечательное рассуждение о том, как примитивный народ, столкнувшись с высокой цивилизацией, должен эту цивилизацию подвергнуть, так сказать, упить ее. Что-то от нее он берет, но в целом зерно ее он должен уничтожить. Это очень похоже на то, что говорит о социализме аверинцев, когда обсуждают эти первые, эту специфическую, так сказать, раннюю проторелигиозность у людей, разрушавших, так сказать, старый режим в России. Природа этого диструда, этого стремления более ранней, первобытной цивилизации разрушить новую, которая к ней приходит, она очень загадочна. Здесь непонятно, каким образом вообще к ней подступиться, потому что она сама себя описывает крайне редко. Она описывает себя только в каких-то юрнических сочинениях. И эти сочинения, как ни странно, в русской литературе лучше представлен в этом смысле 19-й век, записки из Бердого дома Федора Михайловича Достоевского и Побок Достоевского, как сочинения, в которых демонстрируется на очень ясном, прозрачном языке, демонстрируется, что делает социум для того, чтобы подвести себя или подвести под свои будущие действия некую философскую доктрину. И вот эта философская доктрина диструда является по-видимому тем, чем придется заниматься в дальнейшем очень интенсивно. Вот я понял, что уже мое время стекло поэтому спасибо за внимание. Большое спасибо, господи. Если есть какие-то вопросы, то мы будем рады. Я не очень неудобно, что я не сочин не буду работать. Я прошу прощения за свою активность, но просто очень интересная тема. Вы знаете, я совсем почему-то не слышу. Если вдруг потрапит говорить. Я Алексей Реводский журнал «Москорбатый». Пожалуйста, подавите сюда. Работает только от компьютера микрофона. Здесь будет стол для общения с... у меня такой вопрос. Не связано ли это скотское отношение большевиков и коммунистов к смерти? Не является ли продолжением нивелирования личности? Понимаете, вот когда мы отпеваем человека, мы пробожаем личность, пробожаем другой, в одной мир. это для нас, для христиан, совсем не смерть, а просто переход в другую жизнь. Вот. А для них оправданием их жутких преступлений, когда они ворвые людей закапывали тракторами, вот, является ли вот это, что, знаете, как на даче яблоки ты закапываешь, гнилые, чтобы они там перегнили, дали удобрение, все такое, вот такое отношение, вот эта традиция их отношения к смерти, является ли это оправданием их человеко-неномистической вообще политики всей? Как вы считаете? Да, дело в том, что, поскольку то, что я говорил, это скорее изложение для нашей темы работы Шафариевича, Шафариевич именно об этом и пишет, он говорит о том, что у него у него одна из глав его книги, я как раз сейчас попробую даже здесь найти это и процитировать, вот в книге «Социализм как явление мировой истории», он как раз у него есть специальная глава о, он называет это «социализм и индивидуальность», что социализм должен личность как раз у контраба убить, так сказать, и эта идеология не обязательно социалистическая, надо сказать, это всякое внутри современной этатистской идеологии, когда произносит глава государства «не важны конкретные личности, а важно, чтобы страной не манипулировали в целом», что это такое, продолжение того же, даже к социализму никакого отношения не имели, так что здесь есть представление о принадлежности человека к группе, и когда оно становится первичным, вот разрушается личность как таковая, так что я с вами согласен полностью. Гастан Сергеевич, у меня тоже есть с вашего позволения один вопрос. Вот есть такой жанр фольклорный в 70-х, в 80-х годах как садистские стишки, да, вот эти тактили бесконечные, про маленький мальчик гранату нашел и так далее, которые всегда заканчиваются гибелью этого мальчика или вообще большого количества людей. Как вы считаете, это тоже укладывается вот в эту концепцию уже с позиции фольклора? Это тоже продукт социализма? Вот этот вот фольклор о смерти такой легкомысленной, немножко абсурдной? Вы знаете, нет, вот здесь я думаю, что здесь действует совершенно обратное как раз, обратное, и здесь действует такое вот, не побоюсь этого слова, духоподъемное начало. Потому что, когда вы со всех сторон обставлены вот такими ловушками, о которых говорит тот, чисто, Шапаревич, и когда смерть максимально безлично с одной стороны, а с другой стороны требует от вас проявления героизма, так сказать, липового героизма, вы совершаете героические поступки, растворяетесь в некотором церкви. В этот момент появляется то, что появляется форма смеха, которая, вообще говоря, имеет некоторую градацию. То есть, вот смешное от иронии до, да, то есть, от улыбки до сардонического смеха. Так называемые страшные стишки – это проявление сардонического смеха, то есть, вот, ну, смех, который возникает, когда лопается кожа на черепе, или смех с малого черепа, так сказать, предсмертный смех. Здесь через смех, наоборот, через, такой, иногда, утромный совершенно смех, да, наоборот, происходит возвращение к личности. И этот механизм мы наблюдаем у Олега Григориева, прекрасный пример, прекрасного детского поэта, который напоминает нам, что смех существует и для ребенка. Так что тут, я не думаю, что те садистские стишки, о которых вы говорите, что они тоже продолжают эту же линию. Они и сопротивляются, но сопротивляются на том же материале, на том же материале смеха. Большое спасибо за ваше выступление. Есть еще вопросы? Давайте еще один вопрос. Подходите сюда, пожалуйста. Спасибо вам большое за доклад. Я бы хотела уточнить один момент. Правильно ли я восприняла, что современность, наша современность, это отчасти продукта лжи, о котором говорил Аверинцев, ну и продукта эстетики и отвратительности смерти. И если да, то какие тогда практики, ну возможно, религиозные или эстетические, помогут нам вот ложь и отвратительность преодолеть? Спасибо большое. Вы знаете, это очень сложный вопрос, потому что здесь есть одно нестремление, которое вы сказали «мы», потому что это «мы» очень большой. Непонятно, кто эти «мы». Вот мы здесь, вот вы здесь собравшиеся, мы здесь «мы», размышляя об этом, да, и думая об этом, не видим все-таки, не относимся к смерти как к отвратительному, правда, потому что мы рефлексируем на эту тему. Это рефлексия постоянная. и я думаю, что в то мгновение, когда большая массовая социальная рефлексия будет доступна, рефлексия в школах, рефлексия в высших учебных заведениях, рефлексия людей, которые могут быть агностиками, но тем не менее думать о культуре в тот момент, когда это начнется, когда начнется понимание в системе образования, в системе средств массовой информации, тогда все поменяется в течение довольно короткого времени. Я думаю, что на это даже не нужно жизни одного поколения. Просто мы сейчас, вот если уже говорить мы социально, то есть люди в России, попали в ситуацию, когда мы переживаем реконкисту или возвращение в силу людей как раз того плана, того порядка, который определяли отвратительное в Советском Союзе. То есть мы переживаем реконкисту реконкисту так сказать чекистка комсомольского отрегия. И до тех пор, пока общество не поняло этого, пока оно не поняло того, что собственно стоит за нынешней системой направления в Российской Федерации в целом. Мы будем все время сталкиваться с тем, чем мы сталкиваемся. Это, так сказать, такая вот чисто политическая ответ на ваш вопрос. Большое спасибо. Спасибо. Еще раз спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ